Продолжение следует... Второй вызов, с которым мы сталкиваемся, это старейшее население. Например, практически в половине стран Европейского Союза 35% населения – это возраст населения 65 плюс лет. Это, безусловно, тоже отчасти безработное население. Третий вызов – это изменение структуры специальностей. Мы, как IT-компания, сталкиваемся с этим каждый день. Например, нам на сегодня нужны такие специалисты, как геологи-тестировщики, или такие специалисты, как электрики-программисты. На прошлой неделе у нас появился клиент в области медицины, и мы будем разрабатывать программное обеспечение для встраиваемых медицинских девайсов. Поэтому мы ищем специалистов-медиков и IT-специалистов два в одном. Например, 35% специальностей, которые сейчас существуют, будут уже изменены через 5-7 лет. Или если у кого-то есть дети, кто идет сейчас в первый класс, то когда они будут заканчивать школу, то они будут работать на таких специальностях, которых еще не существует. Хочу сказать, что проект «Рано идти» – это не только конференция, это большой проект, который мы запускаем для развития IT-индустрии в нашем регионе. Как сказала Александра, возможно, не только в регионе, но далее это повлияет и на IT-индустрии в Украине в целом. То есть проект направлен в первую очередь на подготовку новых специалистов в IT-сфере, и второе – это на переподготовку или повышение квалификации существующих специалистов. Потому что бизнес сегодня требует новых технологий, он требует скорости, он требует работы с огромными массивами данных, и все это требует соответствующих знаний. Текущие специалисты, работая с технологиями сегодня, они пока не очень заглядывают в будущее. А это то, что хочется показать, то, что хочется донести до ребят на конференции, то, что хочется донести в рамках проекта в целом. Какого специалиста ожидает клиент? Какую подготовку он ожидает? С кем он будет работать? С этим всем мы обратились при выборе места локации по конференции к университету именно Альфреда Нобеля, который является, скажем так, одним из инновационных университетов в нашем регионе, с просьбой помочь стартовать проект, поучаствовать в проекте и провести там конференцию. ИТ-специальность или компьютер-сайенс в Украине сейчас довольно популярное направление. Открыть компьютер-сайенс сейчас не составляет больших проблем. В первые два года это наполняется какими-то математическими науками, эконометрией и так далее, и так далее. А зачастую, как поступают некоторые наши партнеры по образовательному бизнесу и процессу в Украине, план пишется на ближайшие два года общих дисциплин, а там посмотрим, как успеем развить. Университет имени Альфреда Нобеля решил пойти бизнес путем. Мы хотим смотреть на людей, которые готовы преподавать, готовы давать информацию. Мы хотим увидеть тех людей, которые хотят, мы хотим понять, какие знания им нужны для развития, для собственного развития, для того, чтобы сделать качественную специальность, мы хотим понять, какой она должна быть.